219 минут смеха. Смеха-панорама. Начинается у нас Никитос. С вами, дорогие друзья, итак, поехали! А кто зайчик? Я волк. Ну, естественно, ты. А волк ты? Я волк. Ну, хорошо. Расскажешь, Негурочка, где я была? Расскажешь, Камилая, как дела? За тобою бегала, Дед Мороз, пролила немало я горьких слез. Анюка, давай-ка, полисять и выходи. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди! Оп, 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 оп! Как он всегда заяц, типа поймал. Ну, Никитос, здорово! Так, ну, блин! Здорово, здорово! А ты думал, что это заяц, что ли? Ну, ты, значит, мой... Антох, лучший мой подарочек! Э, да ты! Дед Мороз! Ну что, значит, ребята, здравствуйте, всем приветствую! Зайчики, всем привет! Да, да, хор мальчиков! Зайчиков! Зайчиков! У нас сегодня жесть, ребята! Никитос? Антоха, а когда была не жесть? Жесть происходит все последние три года с началом этого коронавируса, черт его, дери! Это правда, ребята, за ваше здоровье, за вас, наши дорогие, милые дамы! Выпиваем, поднимаем этот бокал и желаем вам всегда оставаться такими же красивыми, такими же приятными, милыми! Поцелуйте, парни, руки ваших мам, ваших девушек, ваших бабушек! И никогда не забывайте про то, что женщины у нас одни! Вопрос может быть в чем? Кузьма и Антоха, а когда можно сказать маме красивые слова? А лучшее время, чтобы это сделать, оно, знаешь, когда? Да! Прямо сейчас! Напиши маме пару красивых слов, думаешь, мама, спасибо тебе за все, люблю тебя! Да! Позвони бабушке и купи цветы своей женщине, и все! И тогда и у тебя настроение, и у твоих дам будет на максимум... Повышается! С вами, как всегда, я, Антон Лещенко-Антон, и мы сегодня смотрим серийный убийца с прицепом... Аббревиатура СУП! А, да, это у нас новый подвид, да, получается? СУПЦА! Все, не желайте, ребята! Сирийного, то бишь, серийного убийца с прицепиком! Сиришка! Сиришка с прицепом! Значит, Сиришка! Значит, фургон пыток Дэвида Паргера Рэйка звучит, как будто этот самый... Вот как раз таки... Окей, летс го! Как будто вот парк аттракционов! Бля, знаешь, как эта штука называлась? Да, я, слушай, прямо представляю, знаешь, Америка-карнавал какой-то там, знаешь, местный... Да-да-да-да-да-да! И там, типа, комната ужасов, фургон пыток Дэвида Паркера Рэя! Да, но только эта жесть была наяву! А я про этих, кстати, чуваков... Как же он назывался? Типа, не Турбо Пролапс, но, знаешь, как вот этот аттракцион, который вот у Кевинского, понял? Да-да-да-да-да! Это штука, эта турбо кто-то! Власов? Я, кстати, точно, да! Ладно, так, все, шутки в сторону, ребята, мы начинаем смотреть! Суп! Фургон пыток Дэвида Паркера Рэя! Го! История этого маньяка поражает своей жестокостью! Он потратил 100 тысяч долларов на создание фургона пыток! Ездил по Америке и искал женщин... А я на квартиру. Вот как люди живут. Антон, понимаешь, каждый живет своей мечтой. Я понимаю. Вот ты такой, вот мне бы кабинет, обои. А он такой, да, это, конечно, все интересно. Он сказал, Антон, это все блажь. Нет ничего лучше старого, доброго фургона с путками. Фургона, да, полуприцепа. Смотри, это получается у нас уже на рентгеновском снимке как бы виднеется. Слушай, он прям старался, да, то есть он прям как сказать, планировал уже это, наверное, все, расчерчивал. Вот прям ночи и дни и ночи. Вот у нас бы, знаешь, как сказали, что вот твое бы, да, вот это вот терпение и рвение, да в доброе бы дело какое. Богороди. Пытать и убивать жертв ему помогали подруга и дочь, а полиция не могла поймать их 40 лет. Знакомьтесь, Дэвид Паркер Рейн. Один из самых массовых и жестоких серийных убийц в истории. Загадочное убийство. Жесть. Жесть, это жесть. Я даже не слышал о нем ничего. Первый слышу это. А ты, так, о Дэвиде Паркер Рейн ничего не слышал тогда? Нет, первый вообще слышал, что это за типсон такой. Тоже не знаю. А прям один из самых кровавых и самых массовых убийц. Может быть, это надо как-то, ну, может быть, про него даже, обычно про таких людей фильм снимают. Кино. Кино. Дэвид Паркер Рейн. Куда пропали парни по типу Джона Уэйна? Скажите мне, пожалуйста. Банкротились, наверное. Может быть. Ну, ты же знаешь, что, как бы, деньги это как бог дал, бог взял. Все. Значит, известный убийца из игрушечных ящиков. Был американским похитителем, мучителем, серийным насильником и поздравимым серийным убийцей. Да, не густая информация. На нашем канале дневник криминалиста. Дэвид Паркер Рей родился 6 ноября 1939 года в американском городе Беллен, Нью-Мексико. О детстве будущего маньяка известно мало. Его вместе с сестрой воспитывал дедушка, но мальчик часто виделся с отцом, который регулярно поднимал руку на ребенка. Отец также давал сыну журналы для взрослых с садистическим уклоном. Вот это журнальчики, да, ребята, продаются? Это вам нет? Делема Долли. Наказание Джози. Да, Джози Пэджмэнд. Стальной рейлинг. Нет, стальной рейлинг. Тайс энд гэкс. Тайс это слезы? Нет, тирус, по-моему, слезы. А что такое тайс, я не знаю. И смешнявки. И гэги. Слезы и смешнявки. Да, вот так. Салли, секретный шрам с Салли. С кер секр, да. Публичная Пэгги. Машка Пиджи. Пять баксов стало. Кстати, недешево. Прикольный журнальчик выглядит. Я что-то, мне кажется, что очень... Тайдап. Тайдап. Как это переводится? Не знаю. Типа, наверное, окна, как у нас шло с Нагиевым. Что-то вроде того. Мне кажется, это какое-то устаявшееся выражение, которое не переводится. А, тайдап. Связывание, типа. Нет, конечно, я, знаешь, это не то же самое, что я выписываю там Ниву журнал какой-нибудь, знаешь, там, или аргументы и факты у меня дед выписывает. Вот тебе, внучок, связывание, за пять баксов, почитай-ка. А он читал. Глупо влияет на будущее увлечение маньяк. А порно-журналы вообще, я вот так подумал, Антон. Порно-журналы, такое время все-таки было. В контексте вот этого сранота и вот это все обсуждать, я, конечно, понимаю, ребята, что это все выглядит. Но в целом, да, вот, отбросим, что вот, ну, такие тоже читали, да? Вот в целом, журнал, это же целая редакция, это люди сидели, и был штат, то есть кто-то там писал о этом, кто-то был там, а вот свежая порнушка интересная. Появилась, допустим, в Европе, да, какая-нибудь? Давайте расскажем. Нашим отечественным гражданам расскажем. Там статьи целые писались, фотографии всякие. Вот с этого ракурса, с этого ракурса, с этого, с этого, с этого. И тебе додумывать нужно все это. А на деле покупал наркоман сигареты, бежал в подвал, спускал там быстро, газетами вытирался и убегал. Жопу вытирал, все. Кому редакция нужна эта? Потому и вымерли все эти газетки, да? Ну это ужас, сейчас вот что, ты заходишь на эти сайты, ай, чё там, вот это, порнуха, ужас, смотришь и прочее. Слова какие-то, грязь. Да, а раньше фантазия, вот фантазия, воображение включительно. Там раньше даже был просто сюжет, элементарно, понимаешь, а сейчас вообще... Порные истории, вот куда ушел жанр порно истории, а? Тоже нету нигде. В подростковом возрасте над Рэем начали издеваться одноклассники из-за того, что тот стеснялся девушек. Искать утешение он начал в алкоголе, после чего перешел на более тяжелые вещества. Уже в школьные годы будущего маньяка окутали мысли о пытках и убийствах женщин. Однажды его сестра обнаружила рисунки Рэя, где он наглядно изображал свои фантазии. Окончив среднюю школу, юноша пошел в армию. Позже Рэй четыре раза женился, но каждый брак в конечном счете разваливался. За это время он обзавелся двумя детьми. Черт, Рэй. Да, мне кажется, ты преувеличиваешь, что у тебя проблемы с женщинами. Четыре раза женился. Четыре раза женился. Дети есть. Журнальчики выписывал. Художник, наверное, хороший. Это от хорошей жизни. Конечно, сто тысяч долларов у него он накопить смог. Да, да. Четыре жены, дети. Блядь, чё ты, мужик, с фигурой страдаешь? Блин, ё-моё. Обезумевший американец, опять же. Вот не знал, куда снять. Ё-моё! Последствии дочь Рэя стала соучастницей его жутких преступлений. Сложно сказать, когда Дэвид Паркер Рэй начал свою серию убийств. Полиция допускает, что его преступная карьера продолжалась почти 50 лет. Всё это время его не просто не могли поймать. Следствие даже не подозревало... Коп крутой, на тебя похоже был. Коп, да, прям в отчётках такой прям. Его не просто не могли поймать. Сэрк, сэрк. Подальше. Не надо так близко. А, потому что... А, вот это, смотри, видно, частный детектив какой. Видишь? Помнишь, как этот был? Так вот, знаете, какие-то слишком мужские джинсы. Как там называлось? По MTV шёл-то. Рина 9.11 помню. Он ещё в шортах вот таких вот лохматых. Дашь, которые прямо обрезаны по жопу. Следствие даже не подозревало, что под их носом действует серийный маньяк. Поле зрения полиции он поп... Тоже ВХС, салон, да? Да. Собственный, блядь. После того, как одной жертве удалось бежать. 22 марта 1999 года в дежурное управление Elephant View поступил звонок от жителей трейлера. Они сообщили, что к ним буквально вползла странная молодая женщина. Прибывшие патрульные были в шоке от её внешнего вида. Позже офицер Джонс признался, что это была самая странная девушка, которую он видел за 24 года службы в полиции. Ей оказалась 22-летняя Синтия Виджел. Из одежды на женщине был лишь стальной ошейник. А всё её тело покрывали ссадиной порезы и... Чёрт, ну это не одежда. Извините, ребят, я... Аксессуар. Да и аксессуаром ты его назвал. Не, ну почему? Ну, какого-то... Ну, может быть, где-то, да, во вселенной, в твоей, в твоем берке. Наверное, это действительно аксессуар. Но стальной ошейник, это... А, остальное? Я подумал, чокер. Нет, нет. Чокер тоже странный вопрос есть. Вообще, если честно, да. К чокерам вопросы есть. Особенно даже больше, чем не к чокерам, к самим, а к тем, кто их носит, понимаешь? К чокеру к самому по себе проблем нет. Это просто куда угодно можно... Не, я не то, что... Но на горло... Я вот что хочу сказать насчёт чокеров, девчонки. А в чём смысл вообще? Ну и мальчишек есть. Если не говорить, не надо. Не, ну вдруг сейчас время такое... Ну и ладно, я вообще не про это. Нет, тут не подумайте, вопрос только один. В целом, вам повязку на шее удобно носить? Просто это срань какая-то. Я имею в виду, что вот... Мне-то часы порой неудобно носить. Да, я понимаю. А тут на шее, блин, вот эта херня. А давай мы сейчас вообще узнаем. Она же даже ничего не подкрепляет. Просто для красоты. Зачем чокер? Чокер через О, тох. Через О? Ну, вроде да. Не через Е. Для чего нужен чекер? А, чекер это товар в магазине. Хорошо, это нужно. Чокер. А вот чокер. У американских индейцев ожерелье чокер являлось... Все, сразу, сразу не совпадение. А из паблика дай винчик. Зачем им чокер? Подожди, символом власти вождя. А также выполняли сакральную защитную функцию, выступая в качестве талисмана от злых духов. Ну и от кого он может защитить? Мне кажется, наоборот, может привлечь злых. Так неудобно. Я бы вот прям постоянно бы его теребил, трочил бы. Я бы его снял бы, на самом деле. Мне кажется, вот сейчас чокер, наоборот, злых духов может привлечь. Очень сильно. После оказания медицинской помощи девушка поведала детективам шокирующую историю. 19 марта 1999 года Синтия, подрабатывающая проституткой, искала клиента на одну из парковок города Альбукерке. К ней подошел мужчина, представился полицейским в штатском и арестовала ее... Сказали Альбукерке? 3, 6, 8. 7, 5, 3, 5. Джейси Пинкман, сука, жжет! Говори после сигнала, сука. Ты мне сам сказал оставить их там, сука! Я за проституцию. Он надел на нее наручники... Дел бы сталь вот так вот. Да, как бы... Да, Бастан так делал. Волтер? Да. Когда телефон звонил с наркотиками. А мне, знаешь, мне кажется, кем бы я был из этого? Из... Ходя... Ой, из Брэкенбэда. Кем? Угадай. О, с полосом. Не-не-не-не-не-не. Блядь! Ты бы был Гектором Сламанки. Звенел бы. Ха-ха-ха-ха! Не! Я Хэнк Шреддер. А-а-а-а! Который... Ха-ха-ха-ха! Который постоянно в очечках... Вот! Вот очки Хэнк Шреддера. А я... В очках этих... Да, я... Сегодня опять получил крупный перевод. На благотворительный счет. ...на заднее сидение своего автомобиля. Далее он отвез девушку в трейлер, припаркованный в безлюдном месте. То, что происходило в течение последующих трех дней, Синтия не могла представить даже в самых кошмарных мыслях. Дэвид и его подруга, Синди Хэнди, привязали девушку к креслу, похожему на гинекологическое, после чего подвергали пыткам и насилию в течение трех дней. Они использовали целый арсенал, состоявший из десятков инструментов для причинения... Это у него такой трейлер. Я у него раз не оставил, никто не спросил даже. Знаете, я понимаю, там еще как бы, ну, типа, чикатило остановили и сказали, а зачем вам там веревка, мыло, да, вот это все? А вазелин? Ну как, я обреюсь, там вот эта вся телега его толкну, блядь, поверьте, ладно, можно. Но, когда у тебя фура с кляпами, да, с какими-то вещами странными... Да, сложно как-то сказать, что это... Нет, это для меня. И вы постоянно с собой штата, штат, возите в фуру... Ну, такой человек. Вот такой вот я. Перед этим маньяки включили девушке кассету, на которой были запечатлены издевательства над другой женщиной в том самом кресле. По словам Синтии, ей хотели наглядно продемонстрировать, что ее ждет в ближайшее время. На кассете также была запечатлена некая инструкция, где Рэй объяснял жертве, как себя вести. Девушка могла называть его только господином, а его напарницу госпожой. Нифига, то есть получать... Инструкция? Как в этом? Восстаться в живых от этого? Да, да, да. То есть, понимаете, то есть ты находишься уже заведомо в ловушке, и тебе включают кассету, где стоит Дэвид Паркер и такой, привет, ты попал в ловушку. Скорее всего, ты из нее не выйдешь живым. Скорее всего, тебе катится. Ну, чтобы присутствие, да, уже было, ну, по какому-то, по каким-то правилам, мы сейчас все... И вот он при этом, при всем стоит, его снимает, и он как бы раскатывал правил. Rule number one. Не знаю, я меня только, господин. Адь, ну вот такую ситуацию попасть некий, что же делать? Я бы, я читал... Я бы, наверное, оторвал бы ручки все-таки. Короче, какого-то японского писателя, не помню, как зовут, где суть книжки в том, что чувак постоянно фантазирует о том, как он будет пытать своих одноклассников, и, типа, вся книжка на его снах, основана на этих фантазиях, и у него там тоже вот в представлении, ну, вот, как знаешь, в фильме Ганнибал, то есть там, что вот торжественный ужин, что как бы выносят блюда, сидят господи, и вот на огромном блюдце выносят связанного, как поросенка, тебя. И что, а дальше? Хорошая книжка, не помню, как называется, маска вроде называется как-то так, или что-то там какая-то маска. А по нему нету фильма никакого? Не знаю, может есть. Это известный, известный автор японский. Может кто в комментариях вспомнит? Да, ребят, напишите такую тему. Интересно. Ну, интересно. Ну, интересно, если. Не, ну если интересно, ну что, мы тут собрались уже все давно по каким-то интересам. Все же сошли с ума последние годы. Все сошли с ума, блядь, конкретно. Что со теми? Ну интересно мне книжки такие. Ой, ты ж, ёп твою мать. Вот лишь небольшой фрагмент рассказа маньяка. Эта запись создается 23 июля 1993 года, как общая консультативная лента для будущих женщин-пленниц. Информация, которую я собираюсь тебе дать, основана на моем опыте работы с пленными в течение нескольких лет. Если в будущем будут какие-либо серьезные изменения в наших процедурах, запись будет обновлена. Ты явно находишься здесь, против своей воли, совершенно беспомощно. Слушай, почти да, как мы предполагали. То есть контекст именно такой, к тебе обращаются персонально, как к жертве. Вот это жесть. Не знаешь, где ты и не представляешь, что с тобой произойдет. Ты очень напуганная или очень зла. Я уверен, что ты пытаешься освободить свои запястья и лодыжки, и поняла, что не можешь. Теперь ты просто ждешь, что будет дальше. Синтия отмечала, что на записи Рэй говорил все эти жуткие вещи спокойно и уверенно, словно убийства и пытки для него рутинное занятие. Маньяк также обещал убить девушку после всех издевательств, как и всех предыдущих жертв. На третий день страшных пыток у Синтии появился шанс на спасение. Рэй ушел на работу, приглядывать за жертвой осталась его напарница. Именно она случайно оставила ключи от кандалов в девушке. Это же напарница, она же дочь. Его дочь. Не-не, это его жена, как я понял. А-а-а. Рядом с местом, где та была прикована. Воспользовавшись случаем, Синтия дотянулась до них и освободила руки. Заметив это, Хэнди попыталась остановить ее, но жертва оказалась проворнее. Синтия схватила лежащий рядом кухонный ледокол и воткнула его маньячки в шею. Синтия выбежала из трейлера совершенно голой. На ее шее был металлический воротник, а вокруг запястья тяжелые цепи. Она отчаянно постучала в дверь с соседнего трейлера. Ей повезло. Хозяин был дома и открыл дверь. Выслушав девушку, он позвонил в полицию. Те немедленно направились на поиски Дэвида Паркера Рея и его супруги. Ну, слушай, вообще, как бы, во-первых, хорошо, что сразу позвонили, да, потому что американцы такие могут прогнать после тебя, как выяснилось. То есть они могут сказать, слушайте, давайте там как-нибудь сами. Не, ну слушай, так, знаешь, такая ситуация, как вот, ну... Ты вот такой голый, слушай, она такая... А я тебе говорю, ну, не вон отсюда. Ну, нет, я понимаю, ну, это ситуация. Я говорю, а что ситуация не так, блядь? Я тебе объясню. Постарайся. Что? Сейчас, послушай меня. Почему я должен в этом убедимый? Обычно подстава как выглядит? Вот подстава... Почему чай волшебным называется-то, я не понял. Короче, ситуация как выглядит? Обычно подстава это вот парнишка маленький к тебе пришел. Да, допустим. Что-то там дядя, дядя, дядя. Пойдем со мной, посмотришь и поможешь. Ты как дурак идешь и, конечно, в лапки попадаешь сразу. Или наоборот, красивая девушка там, вот одетая там... А вот когда к тебе выбегает голая женщина с ошейником, мне кажется, у тебя не будет такого, бля, может, меня подставляют сейчас, типа, кинокамера какая-то. Тут явно, ну, нужно... Голые смешные. Голые смешные. Нет, нет. Голые страшные. Вот. Поэтому тут и вот среагировали сразу же, что, блин, дело пахнет жареным. Ну, да. Ё-моё. Ёшкин кот. Ну, а как тогда получилось так, что у нас 40 лет, или 50, говорят, удавалось ему вот так вот... Ну, больше никто не сбегал, видимо. Никто не сбегал. В трейлере их не было. Маньяки прочесывали окрестности в поисках сбежавшей жертвы. Там их и арестовали. Когда следователи вошли в трейлер, их ждал настоящий шок. Неприметный с виду фургон внутри представлял из себя настоящую комнату пыток. На стенах были развешаны сотни инструментов для причинения боли. В центре стояло кресло, похожее на гинекологическое. В нём были ремни для фиксации жертвы. А на потолке висело большое зеркало. Через него бедные девушки могли видеть всё, что с ними делают. Ну, каждый квадратный метр занят. Не, ну, понятное дело, что отдать должное, да, что у него, как бы, планирование места, да, максимально было. То есть, дизайнером его, в принципе, можно было... Ну, я имею в виду русло, вот это всё попустить там в дизайнерство какое-то... Ну, если только какого-нибудь там гаража, например, да, или камер-путок. Если вдруг кто-нибудь бы его пригласил, то там он бы справился. Но это, нет, это же есть. И причём, понимаешь, какая ещё ситуация? Он же это всё, как бы, ну, каждую вещь он покупал специально. Такой ещё не хватает. То есть, ну, оборудование, оборудовано всё полностью. То есть, вот фалосов не хватает. Ну, он докупил. Кроме всего этого, в трейлере нашли 643 диска и кассеты с извращённым содержанием. Часть этих записей была сделана самим Рэем и его женой. Полицейские включили диск, который на тот момент находился в проигрывателе. И перед ними открылось шокирующее зрелище. На записи, продолжительностью 81 минуту, Рэй беспрерывно пытал женщину, изрядно наслаждаясь процессом. Жесть! Позже полицейские установили, что при стоимости трейлера в 100 тысяч долларов садистский инвентарь для пыток внутри стоил минимум 24 тысячи. Пургун также был полностью звукоизолирован. То есть, то есть 120К потратил он на полностью оборудование. То есть, знаешь, для него, наверное, это был смысл трат всей жизни. То есть, он, мне кажется, относился к своему фургону максимально бережно. Но его по-хорошему сжечь бы, конечно, надо было. В общем, сжечь бы, б***ь, этот весь фургончик. Вместе с ним, наверное, даже. Остался, типа, это сейчас как... Я не понимаю. Вот они там все ходят, как будто бы это какая-то, знаешь, это теперь... Аттракцион. Аттракцион страхов, да, каких-то. Тупые американцы садятся. Бред какой. Вау. За деньги. Типа я. И ты со мной. А, не, знаешь, сначала, ну, ходишь, да, группу заводят, а потом на выходе тебе такая фотография. Тебя там уже под швок сфотографировали, типа уже магнитик с тебя сделали. И все такие, нет, спасибо. А если хочешь, 15 баксов. Кто не слышал крики жертв. Сам Рэй называл свое творение игрушечным домиком. Это еще раз подтверждало тот факт, что для него невообразимые пытки и убийства – это веселое развлечение. После ареста Рэя полицейские выяснили, что совершать эти все жуткие преступления маньяку также помогала его 31-летняя дочь, Джесси Рэй. Именно она 24 июля 1996 года привела к отцу очередную жертву – свою подругу Келли Гарретт. В тот злополучный вечер Келли поссорилась с мужем и решила развеяться, отправившись поиграть в бильярд с Джесси. Дочь маньяка подмешала ей снотворное и отвезла в трейлер отца, где тот издевался над ней два дня подряд. После этого Рэй перерезал несчастной девушке горло и бросил ее на обочине дороги. Каким-то чудом Келли выжила, и маньяки могли отправиться за решетку гораздо раньше. ЖЕЕСТЬ! Ё-моё! Это в самом пьяном округе в мире смотрел? Повел, ну чувак дошел с перерезанным горлом так до больницы. Не. Было такое-то. Это где шутка про один доллар была? Я не помню. Где? Самый пьяный округ в мире? Да нет, вряд ли. Другой, это более про бутлегеров. И там реально чуваку, за то, что он занимался вот параллельно кому-то там таким же бизнесом, ему горло вскрыли. И он дошел до больницы просто держа. По-моему, знаешь, кто снимался этот самый? Кто веномо играл? Вот он. Том Хардио. Вот он, да, Том Хардио. И еще я так и не понял, почему вдруг она решила ее бате своему сдать. Вы знаете, как подруги были, нет? Ну, типа, что такого? Меня больше удивляет, почему она подругу решила свою сдать, почему она решила батьку помогать, типа. А кому еще помогать? По жизни, понимаешь? Ну, как сказать, это семья. Я говорю, семья. Им крупно повезло. А, бля, и смеешь. А он, да, выглядит, вот, как, знаешь, как будто вот Санта какой-то. Ну, такое, знаешь, в нерабочее время. Как это, в Бестыжих там, это один из персонажей выглядит так. Девушке не поверил ни муж, ни полиция. Супруг и вовсе подумал, что Келли изменила ему после ссоры и придумала историю с похищением в качестве оправдания. Но как же... Ну, а как быть с перерезанным горлом тогда? Не, погу... Ну, а, да, нет. Настолько ты отчаялась, видимо. Настолько ты решила правдоподобную, да, историю выдумать? И он такой, ну, это понятно. А перерезанное горло? Ты говори, сама себе перерезала. Ты что, дурак, что ли? Такой ты простой, ты пошел ты в жопу вообще. Почему стражи порядка не провели расследование после этой вопиющей истории? Здесь мы подбираемся к ответу на вопрос, как группа садистов могла годами похищать и убивать женщин, оставаясь вне поля зрения полиции. Все дело в том, что Дэвид Паркер Рэй накачивал каждую жертву ударным коктейлем сильнодействующих препаратов. Из-за них девушки не могли вспомнить о случившемся, либо же воспоминания были слишком отрывочными и мутными. Так произошло и с Келли. Она не могла вспомнить почти никаких подробностей, но твердо знала, что похитил ее и пытал. После ареста Рэя и его сообщников в полицию обратилась еще одна жертва. Анжелика Монтана. Она была знакомой маньяка и как-то раз пришла к нему домой за ингредиентами для... Модные они все в тюрьме там. Ну, оранжевый хит сезон, брат. Не, я про красавочки. Вот, смотри, какие. О, слушай. Я тебе говорю о том, что у них, как бы, ну... Причем, смотри, у них роба и подроба, и нормальные одежды. Только ты обязан носить вот эту всю фишку. Так, с другой стороны, допустим, в американскую тюрьму вот показывают, садятся люди, да, хиленькие весь, никакой... Выходят с банки, блядь. Терминатор. Какой-то робот, блядь. И как вот так вот получается? Не, ну, слушай, у нас тоже накачивают. Это курорт какой-то или что? У нас? Конечно. Накачивают? Да. Ну, если ты хочешь, и если ты сидишь не в какой-то там суперстрогаче, как бы хочешь качайся, хочешь книги читай. Блин. Хочешь, блядь, играй в карты ножов. Ну, вариантов немного. Да. Делать не... Ну, если бы мне предложили варианта два всего, либо ты играешь с одной карты, она садится, либо ты качаешься, и читаешь книжки, я бы учился на все пятерки. Если честно, с карты не надо садиться. Качайся, книги читай. Не, ну, а просто... А если так просто интересно? Ну, интересно есть. Нет, ребят, очень интересно. А как-то... Ну, как интересно? Это в карты вы на попу? Класс. Нет, интересно. А так же нельзя сказать, что чисто... Чисто, да, ставлю жопу. Все, играем. Самого крутого выбрать. Кто у вас самый крутой? Кто у вас? Еще. Еще. А там уже 40. Еще, еще, давай. Ты проиграл, чувак. Мы играем, пока не кончатся карты. Бля, знаешь, что самое отстойное? Вот ты играешь, играешь, и, наверное, вот когда у тебя 18. И ты вот брать, не брать, да? А у дилера 20. Блядь. Ну, вариантов... Э, давай. Не, ну, бля, подожди. Вот с такой ситуацией по-любому брать надо. Если 20 и 18. Ну, ты же скажешь, так, ладно, сдаюсь. Не буду брать. Тебя и так, и так. Не, ну, ты, какие-нибудь там туз тебе дадут, ну, 19 будет. И еще скажи, ты что еще будешь? Буду, буду. Давай. Беру. Восьмерочка. Страшные вещи. Ай, блин. Не, 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 не. Ну, кто-то такую игру придумал же, правильно? Она была знакомой у маньяка и как-то раз пришла к нему домой за ингредиентами для пирога. Рейс везел ее, накачал своим коктейлем из препаратов и подверг пыткам, после чего отпустил. Полиция нашла Анжелику, когда та без одежды шла по пустыне. Однако и в этот раз никто не стал расследовать ситуацию, поскольку вспомнить подробности похищенная женщина не могла. А, вы ничего не помните? Ну, что делать, я тебе говорю? Ну, у меня же что-то со мной случилось, правильно? У меня все болит. Говорю, ну, что, может быть. По пустыне, знаешь, как бы гулять по пустыне, там. Ну, вы же не помните, что-то. Да, вы что нам? На кого дело заводить? Может быть, вы упали с горы? Или, может быть, вас кто-то сбил, да? И вас кто-то побил? Или вы подрались? Кто? Нашел? Я его знаю. Ну, так, значит, идите домой, просто забудьте обо всем. Во второй раз ее, наконец-то, послушали, и показания Анжелике помогли укрепить дело против маньяка. Поняв, что отвертеться уже не получится, раскололась сообщница Рэя, Синдзя. Она согласилась рассказать следователям обо всех известных ей убийствах. Сам Рэй заявил, что у него был еще один сообщник, его друг Деннис Рой Дженси. После ареста он признался, что убил девушку по имени Мэри Паркер, после того, как Рэй с дочерью... Блин, его там чувак был как так... Он же. Только молодой. После того, как Рэй с дочерью... Альбу Керкинский. Тут Волтер, наверное, с Джесси пересрались. Кома приехали мимо них. Все, двое мяжут с метом. Это он и есть. Да. Мы больше тут не варим. Прикинь, проезжает мимо, и просто это удают до паркера Рэя. Все, валим отсюда. Вот странная, да, вообще вот... Ну, вообще, вот эта вот культура, да? Трейлерные парки. Вообще, просто трейлеры за собой, так сказать, дома на колесах. То есть, это все... У них вот настолько, ну, так сказать, вошло в их культуру, да. А что такое? У нас, конечно, у каждой семьи есть свой собственный там... Ну, слушай, трейлер какой-то мы ездим. С другой стороны, как бы... У нас нет такого, блядь. Вот, да. С другой стороны, как бы, ну, нет у людей денег вообще. Вообще нет денег, Анту. Ну, я понимаю. Вот, ну, даже на самую халупу. Ну, мы смотрели с тобой цены на эту недвижку в США. Жьёбнуться можно. Я понимаю. Где мне, блядь, полмиллиона долларов найти? Ну, значит, буду в старом прицепе за 20 тысяч долларов жить. Нет, ну, нет, ну, как бы... Нет, ты можешь себе позволить за полмиллиона, просто и работать придётся, а не людей убивать на трассах. Ну, тогда, о чём с тобой разбивать? Пытали её несколько дней. Для суда это дело стало крайне непростым. Мало того, что известные жертвы плохо помнили детали похищения, следователи не могли назвать даже примерное число пострадавших. В действиях Дэвида Паркера Рея они не могли понять никакой логики. Одних девушек он отпускал, других убивал. Суд продлился почти два года. За всё это время следователи не смогли доказать причастность Рея ни к одному убийству. Ни хера себе. ПБР настаивало на том, что от рук маньяков погибло более 60 женщин. Но сами они не торопились раскрывать все детали своих жутких преступлений. Не помогли... Чёрт! Так дядю Рея оклеветали! Шит! Так дядя Рея просто ездил на своём, ну, вагончике пыток и просто, ну, сам, не знаю, себя пытал, просто ему нравилось иметь такой вагон, а я что... Я не понимаю, а как муху? Не, давайте так, вот что-то запрещённое вот в этом вагоне есть, ну, кроме записи, как я пытал людей. Вот это, кстати, да, ребята, а что... Да, записи, да, даже ебать. 460 кассет сказали. Что за счёт дисков? Алиса, бисе, противоречивая... Не, ну, как я понял... Не, смотри, то, что пытал, насиловал, всё, вот у нас пруфы, но... А, убить? То, что убил, пруфов нет. А, ну, тогда отпустите этого бедного невиновного человека. Не, ну, понятно, что ему теперь только будут... Не, я думаю, всё равно вышка, конечно. Вышка? Естественно. И найденные полиции дневники, в которых преступники детально описывали убийство минимум 50 девушек. А, нифига. Основная проблема заключалась в том, что полиции не удалось обнаружить другие теложертвы. Но даже с ними возникла бы ещё одна трудность. Убийство необходимо было бы связать с Рэем напрямую, что практически невозможно сделать без прямых улик. В итоге Дэвида Паркера Рэя приговорили к 224 годам тюрьмы за похищение, насилие и пытки. Блин, вот как озвучили приговоры или вот это его лицо? Чё? Вы чё гости? Какие 200 лет? Не доказано! Нормальный и нет. 200 лет, кто проживёт. Его напарница, его напарница, садист умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет. за хрень. За хрень. Зачем мы сюда сделаем? Я не понимаю, что за монтаж. Помним, скорбим. Да-да, с Баркера Рэн, который был под лодком, насилищиком. Чё? Пёдор, ну давай, закрасит обратно. Не надо там. Какая ещё ленточка? От друзей, да что это? От друзей, коллег, коллег, свечку поставьте ещё. Да-да, приду, сдох, как собака, и ладно. Вместе с его уходом следователи потеряли надежду узнать больше подробностей о совершённых им преступлениях. Скорее всего, мы уже никогда не узнаем, сколько же людей похитили и убили эти маньяки. Но даже имеющиеся у нас информации достаточно для того, чтобы признать Дэвида Паркера Рэя одним из самых жестоких серийных убийц. Его история также заставляет задуматься о том ужасе, которое может происходить прямо перед нами, оставаясь незамеченным. Да уж. И вот этот вот ужас весь, да, ещё окажется потом вообще нихуя себе, что такое? Билл и съел. Это Альфред Фиш. Вот он? Да, известный ему ничина. Ел детей и прислал родителей подробности. Что надо, я рассказываю. Ну ты спросил мне, я ответил тебе, что ты сразу там нахуй... Что мы тут с тобой... Ну погоди, что ли, а похож на Жак Левакулсто, смотри, как было такое, это у него тоже профиль немного есть, как будто Аквалан их придумал. Знаешь, когда казнили его, перед казнью засунул себе в залупу булавки, чтобы ещё сильнее на электрическом стуле чувствовать. Ё-моё. Вот это... Вот так. Ну интересно! Ну интересно такое! Ну я... Ну да. Ясно всё, ребята. Вот такая вот жесть, короче, произошла. Значит, подведём итог, да? Дядюшка Рэй оказался первостатейным ублюдком... Пидарой, ёпта. Дядюшка Рэй оказался пидарой. на своём этом вагончике ездил со своей дочуркой, опять, да, разъезжал по штатам, вот, и никто не смог его связать никак, опять никакие улики не вяжутся, причём, опять же, да, ездил он вплоть до 2000-х годов. И что дальше? А сейчас, вот сейчас вот мы смотрим этот ролик, вот вы смотрите, и где-то его дочурка, да, что ты в штатах делаешь сейчас? Уж не новый ли она фургонщик был? Она сейчас человеку уважаемую книгу написала. Ясно всё, про писатель. Фургон папы, да, испыток папы. Жесть очень, ребят, опять же, значит, ушки на макушке, даже если вас ваша подруга зовёт там, куда, поиграть в бильярдик, учтите, это ещё не факт того, что вы не окажите. Дверь проверили, прямо сейчас, закройте. Глазок посмотрите, дверку прикройте получше. И каждый час просто подходите, у подъезда происходит, всё, ничего, всё. И здесь вы выключаете, а то попадётесь ещё увидят, ублюдки, что открывается, ну, с наружной стороны. Конечно, Видно, что глазок засиял. Всё, блядь. Вам сразу дверь сломают, забегут. Так что будьте осторожны, ребята, берегите себя. Вот сегодня такой очень интересный выпуск, пусть и не долгий, но очень интересный. Мы закончили. Это был я, Антошка Уласов. Пусть бы огриден, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр, ребята. Всем пока. До свидания, дорогие друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok